Болезни денежного дерева, как реанимировать. Денежное дерево толстинка очень популярно среди многих людей. Оно неприхотливое и не требует особого ухода. При должном отношении способно даже цвести в домашних условиях. К сожалению, растение иногда подвергается разным болезням и поражается вредными насекомыми. Сколько лет живет денежное дерево, что может ему навредить? Научное название денежного дерева – красула. Растение отличается толстым стеблем и небольшими листочками, мясистыми и округлой формы. Длительность жизни культуры зависит от ухода за ним. При соблюдении всех особенностей агротехники суккуленц способен прожить более полувека, постоянно увеличиваясь в размерах. Однако в среднем денежное дерево остается в семье на 30 лет. Заболевшие растения для справки. Цветение возможно при полностью подходящих условиях спустя первое десятилетие. Основные заболевания – суккулента и домашняя терапия. К сожалению, красула, как и многие другие растения, может подвергать разным патологиям. Многие болезни денежного дерева возникают из-за несоблюдения правил ухода за цветком. Поэтому нередко возникает вопрос о том, почему у толстянки мягкие листья и что делать, чтобы они не опадали. Серебристый налет Серебристый налет на зеленых листочках возникает как ответная реакция на перенесенный стресс. Часто причиной является несоблюдение режима полива и резкая смена температуры в сторону понижения. Возможно проявление признака и преизменение условий освещения. Лечение в удобной ситуации только одно – ждать, когда растение самостоятельно восстановится. Налет – это отмершие клеточки, которые появились на поверхности листочков после стрессовой ситуации. Постепенно он исчезнет самостоятельно. Серый налет – зеленые пупырышки. Появление на листьях пупырышек зеленого цвета возможно по двум причинам – избыточное количество влаги и поражение щитовкой. Чтобы определить точно, рекомендуется внимательно осмотреть растение. При поражении вредителям начинают подходящее лечение, о нем будет рассказано ниже. Если же причина – частый полив и застой влаги, то требуется отрегулировать поливы. Они не им не должны быть чаще два раз в неделю. Внимание! При температуре окружающего воздуха ниже 23 градусов, достаточно одного еженедельного орошения. Красный или фиолетовый цвет иногда листья у толстянки краснеют, либо приобретают фиолетовый оттенок. Происходит подобное по нескольким причинам. Постоянный контакт с прямыми солнечными лучами, недостаток свежего воздуха, нехватка, либо избыток питательных веществ в грунте. Избавиться от покраснения возможно, если определить для суркулента другое место расположения и почаще проветривать помещение. Подкормку осуществляют специальными удобрениями для суркулентов. Готовят препараты согласно инструкции по применению. При правильном уходе покраснеть растение не может. Листья вянут и желтеют. Иногда можно заметить, что листочки толстянки становятся вялыми и приобретают желтый оттенок, становятся сморщенными и отпадают. Происходит подобное чаще из-за того, что растению жарко. В летние месяцы растению будет более комфортно на свежем воздухе, чем в помещении. Важно следить, чтобы не было сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей. Наличие ожогов на листьях дерева теряет листья, а падание листвы на кросуле отмечается достаточно часто. В запущенных случаях на стебле может остаться всего несколько штучек. Причинами подобного явления является естественное состояние. Старые нижние листья начинают падать со временем избыток влаги. В почве тогда листики могут сморщиться и усохнуть. Использование для полива холодной воды, недостаток влаги, замедляются все жизненные процессы. В норме толстянка интенсивно сбрасывает листву в зимний период. Это необходимо для обновления растения. В подобном случае нет необходимости осуществлять какие-либо действия. Молодые листики вырастут самостоятельно через некоторое время. Если причинами падания стал нарушенный режим полива, то рекомендуется проконтролировать данный процесс и нормализовать его. Бурые или коричневые пятна появления на растении пятен бурого либо коричневого цвета, которое затем становится черными, свидетельствует о том, что растение подверглось грибковым заболеваниям. Происходит подобное в результате сильного переувлажнения либо при слишком холодных температурах. Важно! Для избавления от заболевания потребуется обработка специальными противогрейбковыми фунгицидами. Лечебный раствор готовят согласно инструкции и обрабатывают растения. При необходимости процедуру проводят повторно. Больные и морщинистые листья требуется удалить. Нередко данный признак говорит о поражении щитовкой, от которой также избавляются при помощи специфических средств. Гнию корень или стебель загнивания стебля и корней возникает при постоянном увлажнении и пониженной температуре воздуха. Вообще толстенка не нуждается в частых орошениях. Растение накапливает влагу в своих листочках. Поэтому частые поливы нередко приводят к возникновению процесса гния и растение погибает. В этом случае отмечается увядание листвы, неприятный запах гнили от почвы, который легко может почувствовать владелец растения. Справиться с проблемой можно только путем пересаживания цветка в другую почву и горшок. Внимание! Подгнившие корешки удаляют места срезов, обрабатывают активированный углем. Остановка в росте нередко толстенка, посаженная давно просто перестает расти и застывает на одном месте. Причин подобному состоянию несколько. Неподходящий горшок маленького размера, отсутствие пересадки в течение длительного времени. Поражение вредными насекомыми, нехватка питательных элементов. Действие проводят после того, как точно определяют причину отсутствия роста у растения. В первую очередь рекомендуется пересадить толстянку в больший горшок. Во время процесса растения внимательно осматривают на наличие загнивания и поражения вредителями. При необходимости проводят обработку фунгицидными препаратами, либо инсектицидами. Мягкие и тонкие листья нередко у толстянки листочки истончаются и становятся мягкими. Причинами является избыток влаги, недостаточное освещение, либо неподходящая температура воздуха. Что делать, если у денежного дерева листья стали мягкими и вялыми? Прежде всего постараться определить причину подобного явления. При избыточной влаге рекомендуется пересадить растение, обработать его специальными препаратами. Горшок переставляет в светлое место, защищая его от прямых лучей солнца. Белые точки появления белых точек на листве свидетельствуют о чрезмерном увлажнении и поливе. Нахождение в умещении с повышенной влажностью также приводит к подобной проблеме. Таким образом цветок избавляется от излишка воды через поры в листве. Для устранения проблемы рекомендуется снизить количество поливов и опрыскивания и переставить растение в более сухое помещение. Обязательно в последствии контролировать процесс орошения. Ожог листьев появления на листве пятен желтого либо коричневого цвета говорит о возможных ожогах. Возникают они в результате нахождения цветка под прямыми солнечными лучами. Проблема может появляться по вине хозяина, который провоцирует попадание влаги на листья, находящиеся на солнце. Пораженные листочки удаляют, а само растение переставляют на другое место с рассеянным светом либо притеняют его. Мелкие листья толстинка любит рассеянный свет. При его недостатке и нехватке питательных элементов листочки на растении становятся мелкими. Справиться с проблемой можно, переставив растение на более подходящее место либо подкормив его специальными удобрениями для суккулента. Важно! В большинстве случаев болезни толстянки возникают в результате нарушения правил ухода. Растение не любит в реймого солнца и частых обильных поливов. Болезни листочков вредителей красула и как с ними бороться. Красула болеет не только от неправильного ухода, но и может поражаться разными вредными насекомыми. При обнаружении признаков лечения начинают сразу, чтобы растение не погибло. Мучнистый червец. Признаком поражения толстянки мучнистым червецом является образование на листьях и остальных частях цветка белых пятен, похожих на вату. Причиной появления вредителя считается сильное переувлажнение почвы. Чаще всего насекомое размножается при повышенной влажности и высокой температуре в помещении. На первоначальном этапе избавиться от вредителя можно мыльным раствором либо другими народными средствами, протирая ими места заражения. В запущенной ситуации используют инсектициды октара, фитовером, искра. Щитовка появления липкой жидкости на стволе, ветках и листьях растения свидетельствует о возможном поражении щитовкой. В этом случае у толстянки гниют и отваливаются листочки. Щитовка чаще развивается на слабых растениях, растущих в очве и с избытком азота. Не исключено поражение насекомым цветов, за которыми плохо ухаживают. Вылечить от неприятного насекомого можно следующим образом – удалить щитовку руками, заскабливая ее с листовых пластин и других частей растения. Протирая пораженные места спиртовыми уксусными растворами, настойкой из перца либо чеснока, которые можно сделать самим. Используя специальные инсектицидные препараты, рекомендуется внимательно следить за поливом и температурным режимом в помещении, где расположено растение. Мучнистый червец Корневой червец-вредитель поражает корневую систему толстянки. К сожалению, обнаружить заражение получится только во время пересадки растения. На корешках будут заметны белесые насекомые и небольшие наросты. Растения тщательно промывают под проточной водой с температурой не выше 50 градусов. Затем дважды в течение недели обрабатывают корневую систему раствором фуфанона либо актеллика. Паутинный клещ с симптомом поражения кроссола паутинным клещом является наличие на листях белой паутины. Насекомые имеют красный или серый цвет, но оно очень мелкое, поэтому обнаружить его довольно сложно. Листья растения желтей становятся завялыми, на них появляются пятна бурого цвета, которые постепенно начинают чернеть. Справиться с вредителем можно, рыскав растение и завернув его в улитилен. Подобное действие приведет к резкому повышению влажности, чего не любят насекомые. Устранить паразита также можно при помощи специфических инсектицидов, подойдут фитоверам октара, актеллик. Внимание! Вредные насекомые быстро распространяются по всем цветам в доме, поэтому начинать лечение требуется как можно быстрее после обнаружения. Первых признаков поражения – паутинная кличка, как реанимировать толстянку после болезни. После того, как устранены все признаки заболевания и заражений, растению нужно дать покой и внимательно соблюдать правила ухода. Полив осуществляют нечастый, внимательно следят за тем, чтобы почва не была переувлажнена. При необходимости растение обрезают и пересаживают. Если же стебель полностью отделился от корневой системы, то лучшим выходом будет укоренение черенков и выращивание нового растения. Профилактика болезней и вредителей. Не допустить развития болезней и возникновения вредителей поможет соблюдению простых правил ухода за цветком. Содержание толстянки подразумевает учет некоторых особенностей и правильный полив, и не рекомендуется частить с подобным уходом соблюдения необходимого температурного режима, профилактической обработкой от вредителей, поддержанию необходимого уровня влажности в помещении. Удаление старых листьев, проведение необходимых подкормок. Важно регулярно осматривать растения, отмечая все необычные состояния и странности в развитии. Красула – прекрасное неприхотливое растение. Болезни и вредители могут поражать цветок при несоблюдении правил ухода. При появлении первых признаков заболевания рекомендуется провести необходимую обработку, при необходимости можно даже пересадить суккулент, чтобы его спасти.